Всем добрый день, здравствуйте. Меня зовут Олег Шеребков, я исполнительный директор Пензенского фонда местного сообщества Гражданский союз. И я вам расскажу, как у себя в городе сделать форум городских сообществ и вообще что это такое. Но в двух словах о себе. Мы фонд местного сообщества и ресурсный центр, единственный в России, у которого есть собственный целевой капитал. Также у нас есть множество различных программ, социальных, благотворительных. Можете зайти на наш сайт penzofond.ru и собственно с многими из этих программ познакомиться. Они свободны для тиражирования, пожалуйста обращайтесь, поможем, расскажем и покажем. Ну а сейчас мы перейдем к цели нашего урока. И, как я сказал, это урок для тех, кто хочет организовать в своем городе форум городских сообществ. Ну, во-первых, что это такое и зачем. Как вы знаете, во многих городах в последнее время, в последние несколько лет появилось множество неформальных объединений. Люди объединяются через социальные сети, встречаются или даже не встречаются и делают что-то интересное, хорошее, полезное. Вот такие объединения мы называем городские сообщества. И мы рассматриваем эти городские сообщества, как своего рода такие ростки гражданского общества. Если вдруг их деятельность становится очень масштабной, они собирают много денег, много чего делают, у них много волонтеров, то в конце концов вот эти неформальные объединения, городские сообщества, они перерастают и регистрируются как некоммерческие общественные организации. Поэтому очень важно вовремя их заметить, такие сообщества, холить, лелеять, любить для того, чтобы в конце концов некоторые из них преобразовались в некоммерческие организации. Зачастую деятельность таких городских сообществ, она даже более интересна и значима и полезна, чем деятельность многих некоммерческих организаций. Почему так случилось? Ну, наверное, потому что в этих городских сообществах люди самые разные. Менеджеры, банкиры, рекламщики, журналисты и так далее. Люди, профессионалы в своей сфере деятельности, да, и они объединяются для того, чтобы сделать что-то хорошее. И каждый вносит свой вклад, свою компетенцию в это общее дело. Поэтому, ну, вот такое сообщество профессионалов, оно зачастую работает более профессионально, чем некоммерческая организация. Где, в общем-то, нет ресурсов, чтобы привлечь самых ярких и профессиональных людей в своей организации. Так вот, зачем мы сделали первый форум городских сообществ? Когда мы поняли, что таких сообществ в городе очень много, что их никто не пересчитал даже, что никто не знает, чем они занимаются. Мы поняли, что если вдруг собрать такие сообщества в одно место, в одно время, познакомить их друг с другом, то из этого может получиться что-то совершенно фантастическое. И мы не ошиблись, да, и когда мы сделали форум городских сообществ, из этого действительно вышел целый спектр новых проектов, которые работают в Пензе с 2013 года до сих пор. Целых пять лет. Поэтому я всем советую такие форумы делать и вообще работать с городскими сообществами. С чего начать? Где искать эти самые сообщества? Ну, искать их надо в сети, да, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, в Одноклассниках и так далее. Знакомиться, писать им, говорить, что вот мы делаем такой форум и хотя бы их пересчитать. Если вы зайдете на наш сайт, у нас есть такой списочек, где мы, в общем-то, пересчитали все городские сообщества, ну, в том числе и активные некоммерческие организации. Можно посмотреть. Я думаю, что в вашем городе, в любом городе очень много подобных сообществ и организаций. Так вот, значит, первое, где их надо искать, это в сети. Второе. Есть разные открытые пространства, где любят собираться городские сообщества. Почему? Ну, потому что у них нет офиса, им надо куда-то приходить и общаться, так сказать, оффлайн. Да, и это могут быть кафе, антикафе, разные общественные пространства, типа, там, библиотеки, не знаю, дома культуры, всякие бизнес-инкубаторы. То есть, везде, где есть свободная площадка и куда не очень ограничен вход, можно найти городские сообщества. И ваша задача познакомиться с каждым из этих сообществ, чтобы в конце концов собрать их вместе. А как их собирать, да? А как вообще сделать такой форум городских сообществ? Ну, для этого есть такая технология, называется открытый оргкомитет. Когда вы пишете, ребята, мы приглашаем всех в открытый оргкомитет форума городских сообществ. И когда мы так сделали, действительно, люди пришли, самые разные. Мы писали кому-то личные приглашения, кому-то просто вот писали на своей страничке в Фейсбуке, там, ВКонтакте, и люди приходили. Приглашаются, действительно, все желающие. Но нужны регулярные встречи. Открытый оргкомитет – это сложная технология. Ее надо использовать, если до вашего форума осталось, ну, минимум три месяца. То есть, в течение этих трех месяцев надо провести примерно 10-12 встреч открытого оргкомитета. Встречи должны быть регулярными. То есть, каждую, не знаю, каждый вторник в 18.30 вы назначаете какое-то место и приглашаете всех желающих. Почему в 18.30 или там, ну, после рабочего дня? Да потому, что люди работают. Вот эти сообщества, люди, которые входят в это сообщество, они профессионалы, они где-то работают в банках, там, в аптеках, где-то еще, да, в агентствах каких-то. И они могут прийти на ваши встречи только после работы или в выходной. Поэтому встречи назначаются после рабочего дня или в выходной день. Все фиксируется. Видеофиксация, фотофиксация, отчеты – все оставляется в открытом доступе. На гугл-диске или еще где-то, да, чтобы люди, которые пропустили один оргкомитет, могли быть в курсе, кто пришел, для чего, что говорили, что решили. В конце концов, у вас должно получиться, что обязанности как-то распределятся. Кто-то отвечает за кофе, кто-то за помещение, кто-то за программу, кто-то за приезд экспертов. И, конечно, после того, как все у вас получится, да, надо проводить разбор полетов. Что получилось хорошо, что не очень хорошо, что совсем не хорошо. И такая технология работает. То есть, после 10-12 встреч остается такой косяк, костяк, да, и это люди, которые вас не подведут, и с которыми вы вместе сделаете вот этот самый форум городских сообществ. Ну вот, на картиночке вы можете видеть, собственно, наш первый открытый оргкомитет, который был в 2012 году, и после которого мы сделали первый форум городских сообществ. Он был в формате нон-стоп, 24 часа. Мы собрались вечером. В 11 часов вечера было открытие фестиваля, форума. Он шел всю ночь и весь день до 5 часов вечера следующего дня. Для чего мы так сделали? Для того, чтобы сбить шаблоны, чтобы у людей изменилось, было такое измененное состояние сознания, чтобы они больше креативили, чтобы для них это казалось нечто из ряда вон выходящее, чтобы это было не похоже на обычную НКОшную конференцию. Вы можете придумать другие любые форматы, лишь бы вот это сохранялось, да. Чтобы люди считали, что это нечто невозможное в вашем городе. Так, как это дальше? Ну и у любого форума есть цель, да. У нашего форума городских сообществ всегда цель одна. Это познакомить людей друг с другом, переопылить их. Для чего? Для того, чтобы потом появлялись новые городские инициативы. Можно делать такую подцель, да. Вот, например, одна из целей нашего следующего форума была научиться делать качественные городские события. И мы звали для этого разных людей, которые по роду своей профессиональной деятельности организуют такие события. Да, но поскольку это сообщество, нам надо было научить разных людей делать эти события. Вы можете придумать цель самую разную, но сверхцель остается всегда одна и та же. Переопылить людей, познакомить всех со всеми, чтобы в дальнейшем из этого могло получиться нечто интересное. Ну, какие риски? Какие риски бывают, когда вы первый раз делаете форум городских сообществ? Первое. Вам могут отказать в помещении. Поэтому подыскивайте несколько помещений. Может быть, где-то сотрудничайте с властями, да. Или попробуйте собрать деньги на какое-то частное помещение. Ну, то есть помещение, оно должно быть удобным, оно должно быть доступным. И оно должно быть понятным для всех вот этих людей, которых вы потом позовете на свой форум. Это самый главный и первый риск. Когда мы делали свой первый форум, да, в формате нон-стоп 24 часа, мы очень волновались, что нам не дадут помещение. Мы договорились с властями, и нам дали помещение бизнес-инкубатора, большого зала. И, конечно, там всякие проверяющие приезжали, что мы там, не знаю, не пьем, не курим и не ходим на голове. Но, тем не менее, они нам не помешали. Вот это самый главный риск помещения, да. Второе – это, ну, партнера подвели, обещали кто или кто-то обещал, но не сделал. Всегда надо предусматривать запасные варианты. И на самом деле это просто, да. Но просто надо помнить, что всегда есть какой-то риск, и можно заранее придумать запасной вариант. Спикер один, эксперт не приехал, да, вы подготавливаете двух экспертов. Одного местного, одного, там, не знаю, питерского. Или у вас нет проектора, да, достаньте два проектора, достаньте два ноутбука, чтобы всегда у вас под рукой было что-то, что, чем можно заменить. И самое главное, помните, что никто не знает, кроме вас, организаторов, как должен проходить форум городских сообществ. Поэтому некоторые косяки люди, некоторые ваши косяки люди просто не увидят. Они не поймут, что это косяк. Ну, собственно, вот коротко и все. Если захотите делать форум городских сообществ, пожалуйста, можете к нам обращаться. По электронной почте, посмотреть на нашем сайте или написать в фейсбук. Всем пока-пока. Я надеюсь, у вас все получится.